С нами в студии политолог Дарья Гривцова. Рад вас приветствовать. Здравствуйте. Также с нами на связи политолог и профессор Западно-Каспийского университета Фикриат Садыхов. Фикриат Мярин, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Первый вопрос хотел бы адресовать вам, Дарья. Мы знаем, что 5 апреля в Брюсселе состоится встреча премьер-министра Николы Пушиняна, госсекретаря США Интони Блинкина, ну и главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. И Вашингтон уже заявил, что мирный процесс не является предметом мирного обсуждения. Однако мы знаем, что ситуация в регионе, она безусловно связана с вопросами урегулирования ситуации. Это как раз-таки идет вопрос об отношениях между Азербайджаном и Арменией. И, соответственно, тема будет поднята. Баку выступает за перенос встреч, однако Запад настаивает на продвижении своей собственной повестки в этом вопросе. Вот как вы считаете, почему? Ну, безусловно, Западу сейчас выгодно перетянуть Армению на свою сторону, пообещать ей различные блага взамен на то, что Армения будет их партнером, будет их слушать, будет выполнять их волю. И, конечно же, желание США, Евросоюза в том числе, это не становление мира в регионе, как хотели бы многие, а это желание управлять регионом, вытеснить оттуда в том числе и Россию, и просто сделать из Армении некое управляемое государство. А как это можно сделать? Конечно же, только посеяв хаос, сумятицу, что они, в принципе, в других странах очень активно и делают. И, как мы видим, Армения, в принципе, и Пашинян рад этому. Вопрос другой, понимает ли он, к чему это может привести, делает ли он выводы из истории. Ведь это очень крупная империалистическая держава США, Великобритания, да и Евросоюз. Мы видим, как сейчас активно взялась в борьбу Франция, вступила и против Азербайджана, и против России. Эти все риторики, конечно же, очень настораживают. И понятно, что такая риторика, она не способствует подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, не способствует установлению мира и отсутствию провокации. Наоборот, они подталкивают Армению вооружаться, осуществлять провокации. И это очень настораживает, и правильно Азербайджан делает, что акцентирует свои моменты, что такие встречи, они в целом опасны и для мира, и для стабильности, и для будущего региона. И очень хочется достучаться до Пашиняна, премьер-министра Армении, чтобы он понимал, с кем он имеет дело. Потому что, как я вот уже сказала, это крупные империалистические державы, которые заинтересованы в установлении своей власти. И сейчас они видят, что это у них получается в Армении, будут делать все, чтобы просто захватить власть в свои руки. Ну, геополитическая обстановка и в целом, она достаточно такая серьезная, нестабильная. Тогда зачем все-таки еще один очаг напряженности? Ну, как мы видим, что хотела сделать США с Украиной, по их плану это пока не удалось. И, конечно же, если сделать еще очаг напряженности рядом с Россией, тем более это бывшая постсоветская страна, для России довольно-таки братская была страна, большие очень связи, большая диаспора проживает армянская в России. И вот это все пошатнуть, разорвать связи, разорвать экономические отношения, очень выгодно для США в том числе посеять там панику, хаос, развернуть Армению в сторону Запада. Это их основная задача, чтобы в дальнейшем, возможно, там вместо российских военных баз разместить свою базу. В том числе мы не исключаем, что это может быть и база НАТО. Создание по периметру России вот таких вот очагов напряженности, чтобы там влиять, управлять и создавать там свои военные базы, военные блоки. Это их основная задача, к сожалению, сейчас. Существует действительно несколько сценариев, но, Фикарат Малин, вот хотел бы обратиться к вам, как в ходе телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкиным. По мнению президента Ильха Малива, непрозрачная подготовка, запланированная на 5 апреля, трехсторонние встречи США, Европейские союзы Армении, ее неинклюзивный характер, то, что она не была отложена, несмотря на справедливые замечания Азербайджана, приведет не к миру и сотрудничеству на Южном Кавказе, а вот как раз-таки к возникновению разделительных линий и конечном итоге напряженности. Получается, мир волнует только Азербайджан, а как же остальные игроки региона? Хочу прежде всего заметить тот факт, что, конечно же, звонок госсекретаря США, главе нашего государства, говорит о том, что роль Азербайджана, роль главы нашего государства, президента Ильха Малива, она очень высоко оценивается. Это связано и с авторитетом его, и в регионе, и в рамках и масштабах мировой политики. И этого просто не замечать невозможно. Блинкин понимал и понимает, что Азербайджан сегодня достаточно сильный игрок, важная южно-кавказская страна, и не считаться полностью с мнением официального Баку просто невозможно. И именно в рамках этого телефонного разговора президент Азербайджана высказал свое отношение ко всему тому, что происходит. Потому что мы видим, что Запад откровенно проводит политику на создание, видимо, какого-то управляемого хаоса здесь, в регионе Южного Кавказа. Мы же были оккупированы, наши территории были оккупированы, не территории Армении находились под оккупацией. И резолюции Совета безопасности как раз нацеливали на то, чтобы Армения освободила наши территории. Причем эти резолюции были приняты как раз теми ведущими игроками, которые сегодня ведут какую-то закулисную геополитическую игру, которую хотят втянуть и на нас. И президент Азербайджана очень четко, ясно и достаточно откровенно по этому поводу высказался. Мы не собираемся быть участником подобных игр, но вот эта неинклюзивность переговорного процесса, встречи в Брюсселе и желание якобы помочь экономическому развитию Армении – это блеф. У нас есть достаточно серьезные источники, мы очень хорошо информированы и мы понимаем, исходя уже из прошлого, что здесь очень многое связано с далеко не экономическими проблемами, а идет откровенная накачка военным потенциалом Армении. То есть Франция уже не скрывает подобного отношения к Армении. Соединенные Штаты в процессе переговоров по всей вероятности тоже должны были утвердить в Брюсселе какой-то план военно-технической помощи, проведение военных учений, создание какой-то военной инфраструктуры. А зачем это все надо делать? Если Армения все эти годы проявила себя как агрессор, оккупировав часть территории нашей страны и мы видели молчаливое, во всяком случае, согласие Запада тех стран, которые всегда заявляют о справедливости, о поддержке норм международного права, об объективности, а в конечном итоге они поддерживали. И это подвешенное состояние неурегулированного конфликта на протяжении 30 лет как раз и вынудило нас, наконец, освободить свои территории. Не понравилось, очень недовольны, видимо, в ряде этих стран. Не хотят стабильности, не хотят создания безопасности, но мы обязательно должны были высказаться по этому поводу и президент Азербайджана в ходе этого телефонного разговора, он выразил позицию нашей страны и я думаю, что Блинкин должен для себя сделать выводы. Если уж они заявляют о том, что они хотят мирных переговоров, они хотят создания здесь стабильности, то считаться, не считаться с мнением Азербайджана и мнением главы его государства просто невозможно. Да, действительно, как показала история, это, в принципе, и нереально. Госпожа Гривцова, вот мы с вами говорили о различных сценариях того, как будет разворачиваться ситуация и как отмечают эксперты. Сценарий предусматривает, что Армения может полностью направить свою внешнюю политику в сторону Запада, совершенно позабыв о помощи, которую, как мы знаем, Москва оказывала Еревану на протяжении 30 лет. Какова может быть реакция России, как далеко может зайти Армения в стремлении им своим угодить Западу и, в частности, Франции? Как мы видим, Армения сейчас, как именно Пашинян, использует тактику мелких шагов. То есть это не какой-то открытый конфликт, открытое противостояние, а такие небольшие звоночки, которые нам показывают, что Пашинян реально хочет уйти на Запад и хочет сотрудничать с Западом и забыть о своих связях с Москвой. И, естественно, мы все помним, как он пришел к власти, за счет чего он пришел к власти. Наверняка он хочет как-то, может быть, отблагодарить своих благодетелей в лице США, которые помогли ему прийти. И, наверное, хотел бы просто с ними сотрудничать, поскольку ему комфортнее с ними сотрудничать. Но помимо Пашиняна есть Армения и армянский народ. В этом армянском народе проживает достаточно большое количество пророссийских людей. Даже на данный момент, как бы не старался Пашинян сейчас работать со своим общественным мнением, все равно есть те, кто хотят нормальных связей с Москвой, с Россией, хотят работать, зарабатывать, вести совместные дела, проекты. И вот их мнение он тоже, как руководитель, должен учитывать. Поэтому вот такие вот тактика мелких шагов, это, как мы слышали, бойкот встреч по линию ДКБ, это и вот сейчас пограничники, которые ушли российские из аэропорта Звартноц. И по поводу 102-й военной базы в Мгенбрии тоже ведутся разговоры, что неплохо было бы ее закрыть, зачем она нам нужна. То есть вот такие вот, видим, очаги, которые создает Пашинян, они как раз-таки направлены на то, чтобы посеять вражду между нашими странами. Россия, как мы видим, сейчас ведет себя, я бы сказала, очень дипломатично и старается не отвечать на провокации Пашиняна, поскольку понимает, что там есть это пророссийское население, с которым тоже было бы нехорошо ссориться и показывать как-то себя с нехорошей стороны. Но в то же время надо понимать, что такие шаги Пашиняна, они нацелены на конкретную цель, а именно увести Армению на запад, убрать влияние России с Южного Кавказа, ну даже можно сказать и не влияние, сейчас даже сложно говорить о том, что это какое-то прямо влияние в нынешней ситуации, это скорее всего связи, большие связи. Разорвать эти связи, даже сейчас вот в тех же переговорах, которые они будут вести 5 апреля, если раньше Армения была завязана полностью на Россети российские, то сейчас уже ведутся переговоры о том, чтобы вот эту электроэнергию получать другим путем, не от России, поскольку, как мы видим, Пашинян прямо целенаправлен, чтобы уйти в сторону Запада. Это очень хочет США, очень хочет Франция, и как мы понимаем, в целом у них это получается. Сейчас надо понимать, какие есть у Москвы рычаги, чтобы остановить вот это вот движение Пашиняна в сторону Запада. Над этим сейчас, я думаю, так полагаю, что работают и в МИДе эксперты на различных уровнях, чтобы понимать, что мы можем сделать, чтобы остановить Пашиняна. Естественно, мы не можем вмешиваться во внутренние дела или там ставить сейчас какого-либо пророссийского лидера. Это, в принципе, нереально, когда у России очень много проблем, в том числе, и, как мы видим, война с Украиной. Но какие-то рычаги, в том числе экономические, в том числе, возможно, вместе с диаспорой большой армянской, которая проживает в России, которая пророссийская, которая тоже настроена против таких вот шагов Пашиняна, выработать какое-то совместное решение сейчас это основная задача. И очень надеемся, что Россия вовремя ответит на это и не допустит такую ситуацию, которая сложилась с Украиной. Учитывая то, что Армения, как мы видим, сейчас находится достаточно в самой практически слабой позиции в регионе, но мы знаем, что решение Карабахского вопроса открыло новые возможности в регионе. То есть это новые проекты, инициативы, инвестиции, в которых так вот нуждался регион, и все это сделал Баку, выступая с мирной повесткой. И в первую очередь это, конечно же, хорошая возможность для самой Армении, которой необходимо научиться жить в мире с соседями и предпринимать усилия по налаживанию контактов. В принципе, некая работа в этом направлении уже проводится, однако процесс идет нелегко и даже не быстро. Вот, к примеру, Армения и Турция договорились открыть сухопутную границу для иностранцев и наладить прямые авиаперевозки грузов. Несмотря на общую границу между Турцией и Арменией, почти 30 лет нет дипломатических отношений. Как вы считаете, готов ли Ереван улучшить связи с Анкарой? В свое время Турция сама закрыла границы с Арменией. Исходя из интересов и Турции, и Азербайджана, когда Армения окупировала очередной район нашей страны. И мы к этому относимся с пониманием, высоко оцениваем роль Турции в этом вопросе. И нас удивляет, конечно, тот факт, что появилась информация о том, что Турция может сделать какие-то первые шаги в открытии этих границ. Я просто хотел бы напомнить о том, чем кончились цюрихские протоколы, которые были подписаны в 2008 году еще. Какова судьба этого документа. Мы помним, что происходило в Швейцарии, какое было оказано давление Запада на Армению и Турцию. Да, были подписаны протоколы, но судьба их, она незавидная. И, кстати, в том, что мы сломали этот стереотип о том, что тюрические протоколы и открытие границ, установление дипломатических отношений между Турцией и Арменией очень важна была и очень значительная роль Азербайджана. Мы сломали этот стереотип. То есть, фактически открывать границу без решения тогда карабахской проблемы, а сегодня без подписания соглашения между Азербайджаном и Арменией о мирном сосуществовании. Это же нонсенс. Практически давление, которое оказывает Запад на страны, в частности и на Армению, и на Запад, они просматриваются невооруженным глазом. Мы понимаем, что Запад нацелен на разрушение этого синхронного процесса и хочет решить это в интересах Запада, определенных западных стран и Армении. Но если бы не существовало бы здесь Азербайджана, то мы бы на это реагировали бы спокойно. Но это та самая Армения, которая 30 лет проявляла открытую агрессию в отношении нашей страны. Это та самая страна, которая оккупировала наши территории. Сегодня плюс еще могут открыться турецко-армянские границы, чуть ли не установиться дипотношения. Это, конечно же, вызывает очень серьезную озабоченность в Азербайджане, в азербайджанской общественности. И я думаю, что в Анкаре должны это хорошо понимать. Мы не можем смириться с этим, мы не можем на это закрывать глаза и отдаляться от этой проблемы. Потому что этот процесс должен идти синхронно с открытием, с подписанием соглашения между Азербайджаном и Арменией. Синхронно с урегулированием и нормализацией наших взаимоотношений. Возвращением территорий, которые они до сих пор оккупируют, решением вопроса Зенгизурского коридора. То есть решение не должно носить поламинчатый характер. Потому что иначе, при всем том давлении, которое оказывает Запад на Армению, при изменении приоритетов официального Еревана и нацеленности на Запад, это фактически оказание давления на Азербайджан. И такого мы просто допустить не можем. Я думаю, что братская Турция это хорошо понимает и должны, я думаю, сделать соответствующие выводы. Ну что ж, спасибо вам большое, Фикриат Меолим, госпожа Гривцова, за вашу интересную беседу, за участие. Спасибо. Спасибо вам. Благодарю. Итак, у нас в гостях был российский политолог Дарья Гривцова, а также с нами по видеосвязи был профессор Западно-Каспийского университета Фикриат Садыхов.